Неужели нет своих хлебобулочных предприятий, которые могли поддержать лучшего биатлониста? Почему депутат Врачев не поддерживает национальный проект сельскохозяйства? Врачев же он все врет, он позорник вообще. И в Госдуму уголовников не пускают, о которых писали во всех областных газетах. Сейчас январь-февраль, это вот настало время русского биатлона. Самое интересное, самое мощное этапы Кубка мира, чемпионат мира. Ждем от беспощадного русского биатлона побед, но побед пока почему-то нет. Побед нет, за последние 7 лет их всего 2. И я нашел, кстати, отличного гида для нас на сегодня. Это Виктор Йорлов, тренер и отец Екатерины Йорловой, последние чемпионки мира России в личной гонке. Это еще 15-й год, индивидуальная гонка. Пойдем. На 7 последних чемпионатах мира у России всего 2 золота. В мужской эстафете в 2017 году и Катя Йорлова выиграла в 2015 году индивидуальную гонку. С чем это вы связываете? Почему у нас пропали победы на чемпионатах мира? Смотрите, когда в команде, допустим, не один лидер, а несколько, когда команда сильная, тогда, наверное, проще в команде выступать и показывать результат. Спортсмены тянутся друг за дружкой. То есть у нас такого сейчас нет? Ну да, у нас, видите, получилось так, что из лидеров Катя осталась, да, то есть, ну, сейчас девчонки подтягиваются, то есть появляется вроде. Миронова, Светлана Миронова. Миронова, да. А вот по вашему опыту, как считаете, можно Миронова научиться? Учить стрелять. Или это уже, вот если дано, то дано? Ну, дано, нет, я думаю, что можно научить, но это все в голове кроется, все психологически. Я читал в одном из интервью, что Катя собирается продолжать карьеру не просто до Олимпиады в Пекине 22 года, а поскольку у нее постолимпийский сезон всегда успешный получается до 23 года. Реально это? Если будет хороший уровень в выступлении, будет хорошо выступать, будет показывать результаты хорошие. А что для вас будет хорошим результатом на чемпионате мира? Ну, я думаю, что призовые места. Только медаль, да? Ну, да, только медаль, конечно. Смысл такой тренироваться, если нет медалей. Вас обижает, когда вот люди, ну, уже такие люди, они быстро все забывают хорошее, уже начинают писать, знаете, да какая Юрлова лидер, да посмотрите, в этом году нет результата. В первое время как-то, да, я читал все, но сейчас просто как бы не читают это, потому что неинтересно стало, вот, равнодушно отношусь. А Катю задевает это? Катя тоже обычно не читает. Смотрите, если вы пишете какие-то гадости, знаете, что она это читать не будет. Ну, да, да, да. Александр Иванович, как вы считаете, стоит ли нам ждать на предстоящем чемпионате мира наконец-то победа от сборной России, первых в эпоху правления Владимира Драчева? Я могу сказать, я Владимира Драчева ассоциирую только с отрицательными моментами. Да вы что? Нет ни одного положительного, абсолютно. Ну, достаточно почитать, если бы я знал перед Конгрессом все эти статьи, то, что он там распродавал и заведены уголовные дела. Вот, я бы никогда его не поддержал и он бы не стал президентом, это первое. А тем более, сейчас я с ним даже не здороваюсь и вся страна против него. Читайте комментарии. Так. На всех сайтах ни одного положительного комментария. Вот все, что я могу сказать. А вы привлекали к работе с Катей, психолога со стороны? Она сама психолог. Катя? Да, она спортивный психолог. А, то есть ей психолог не нужен? Нет, ну, вот были времена, когда там Кущенко был, да, у нас сын, ну, Михаил Прохоров, да. Да, был президентом. То есть они привлекали очень квалифицированных специалистов, психологов, которые работали с командой, индивидуально работали. Помогали? Вот, я думаю, что да, думаю, что помогали. Ну, в общем, очень много специалистов работало в плане психологии. Я думаю, что тогда и результат был. А вот это как раз стрельбище, которое уже подготовили по стандартам. Да, 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 да. То есть здесь, в этом комплексе может проводиться этап кубка IBU. Только трибун надо построить. Вот трибун. Вот это стрельбище, да. Вот эти штуки, которые закрываются, да, по телевизору. Мы смотрим, бам, все, попал, закрылось. Да, бам, закрылось. А вот эта вот установка, да, смотрите, это лежка. Вот здесь такой диаметр получается. А, маленький. Да, маленький. То есть надо попасть вот в этот вот? Да. А как раз габарит это вот это, да? Габарит это вот край. Ну, говорит, это край. Вот этот край, это габарит. То есть ты можешь попасть в край, но оно не закроется. Вот часто говорили, когда мы общались с разными биатлонными экспертами, что патронов не хватает, и такого нет? Ну, с качественными патроном, наверное, проблема там. Что там качественные? Да, ну, качественные, допустим, есть у нас фирма Лапуа, допустим, да, с которой патрона практически весь мир стреляет. Смотрите, Олимп, наш патрон, он больше, конечно, подходит к стволу, к нашему, к ижевскому. Так. А вот эти, Лапуа, все патроны, они больше качут. А наши пиатлонисты из ижевских стреляют? Нет, почему? Есть, которые с Санчо стреляют, с немецкого ствола, но большинство стреляют все-таки с ижевских. А Катя из какой стреляет? С Санчо, с немецкой. С немецкой, да? Вот фигурное катание сейчас не пробиться буквально. В хоккей ведут, там чуть ли готовы родители приводить детей, там, в 6 утра на каток. Вы видите какую-то популярность? Народ вроде и хочет, да, то есть желающим очень много, но у нас здесь технические, здесь оружие, и все вот эти сложности, они, конечно, сейчас... То есть они боятся отдавать детей с оружием, да? Нет, 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 не из-за этого, просто, допустим, на каждого ребенка винтовку не найдешь, правильно? Я слышу, что у Кати нет своих личных спонсоров, да? У нее хлебоболочное вот это вот только предприятие австрийское, оно немножко там... Австрийское, не российское? Нет, нет. А почему российские не приходят? В Питере неужели нет своих хлебоболочных предприятий, которые могли поддержать лучшую биатлонистку? А хлебоболочные, это что, это, деньгами получаются, или все-таки привозят там плюшки? Нет, нет, они, допустим, заключают договор, и если ты выступаешь, хорошо показываешь результаты, да, допустим, вот, второй месяц чемпионата мира, там идут призовые. Ага. Ну, в таком плане. А выступление на Кубке мира дает хорошее тоже? В основном чемпионаты только. Только чемпионат мира, да? Да, чемпионат мира, там. У Кати Ёрловой нет ни одного российского спонсора, зато я нашел человека, который кормит ее медом с 2014 года, и ей это очень нравится. Пойдем, я тебя с ним познакомлю. Вот скажите сразу, меня интересует вопрос, зачем вы принесли шприц на наше интервью? О, шприц? Уже пять лет биатлонисты именно так и принимают маточное молочко. Это допинг, самый настоящий допинг, но разрешенный. Молочко отбирается из маточника в течение 20 минут. Ну, маточник, где там должна выходить матка, пчелиная матка. Взял вот такую банку, точно такую банку, и сюда вскрыл ее, и, можно сказать, выдавил шприц. Так, это в мед, именно в этот? В мед, в этот. И размешал ложечкой. Намешал для Дмитрия Малышка. Потом вот так сделал, сбил, и эту ложечку облезал. И поехал встречать Дмитрия Малышка в аэропорт Пулково. Приехал черный как смерть. Дим, что тогда, ничего. Ну, я ему сразу, Дим, на, возьми. А я перед тем, как выехать, намешал, облезал ее. Час ночи, насколько помню, передал ему в аэропорту и поехал домой. Я уснуть не мог до 22 часов. Следующего дня? Да. Облезал только ложечку. Да вы что? Ну, вот. Днем позвонил, значит, Дмитрий Абетович Кучеров. Это личное трение, малышка? Да, да, да. Я говорю, обратите внимание там. Я не знаю, Дима, черный как смерть. Я говорю, как бы снова его не потеряли. Ну, вот. Дима поехал, одну гонку пробежал, выиграл ее, отобрался в сборную. И на этом закончил соревнование. Подействовало. А что тренеры говорят? Тренеры? Не боятся они, что вы так маточным молочком даете? Касперович боится. Почему? Не знаю. Как бы чего не случилось? Ну, он и свои тени раньше боялся из-за Логинова. То есть вы Логинова не предлагали маточное молочко? А он не спросил. Давайте попробуем. А потом на камеру скажите, действует ли не действует? У вас семь есть? Есть. Ну, слава тебе, Господи. А что, жена спасибо скажет? Что-то беспокоится? Нет, жена спасибо скажет. Вы сказали не глотать, а в смысле, то есть держать под языком. Под языком, да, чтобы просто осталось. А, на самом раз сосется. То есть сработает бенозные капилляры. Да, понятно. Вот так, давайте. И под язык. У меня передозы не живут. Не-не-не, теки, всего-то. Давайте вам чуть-чуть еще. Только не жуйте и все. Нормально? Мед как альтернатива допингу. Только разрешено. Дополнительное питание. Разрешенное. А скажите, а сколько лет вы уже кормите медом, российских биатлонистов? И сколько денег у вас уходит в год на это? С 2014 года, после Олимпийских игр, я Диму нашел, а потом принял решение его обеспечить продуктами пчеловодства. А сколько денег уходит? Значит, 300 тысяч на каждого спортсмена или трачу 90 тысяч именно на спортсменов. Ну и остальное бывает тоже какие-то расходы для спортсменов. А Екатерина Юрлова потребляла ваше маточное молочко? А перед чемпионатом мира в 15-м году потребляла? Да. Когда она выиграла за лужу? Только она брала и целый шприц потребляла. Правильно понимаем, что Екатерина Юрлова готовится к сезону обычно отдельно под вашим руководством? Ну, почему? Мы плотно работаем с Налицыным. Но вам позволяет отдельно готовиться? Ну да, да, да. И нет какого-то недовольства сборной, что у Юрлова на особом положении? Почему так? Почему не со всеми? Помните, как все? Нет, в этом году все так цивилизованно. То есть нормальное общение с президентом, что... И Драчев позволяет, и Налицын позволяет. Да, да, да. То есть здесь получается так, что она живет все-таки в Австрии. То есть живет практически там, где у нас очень хорошие объекты спортивные. То есть чего там искать другого. Правильно, когда... Вот в этом сезоне уже были там неудачные первые. Кате не получился финиш на этап в эстафете, когда она там проиграла норвежке. Не возникали потом вопросы, например, Драчева к вам? Что вот как же так? Они не ошиблись, где в подготовке? Нет, ну на самом-то деле, понимаете, вот специалисту сразу видно, вот почему, где она проиграла. Ну вот, а весь проигрыш там произошел на спуске, понимаете? Что-нибудь делать? То есть, хотя даже сама удивилась. То есть это значит смазка? Ну да, здесь технически. А вот этот вопрос, вот мы сейчас подняли такой очень, чуть ли бунт был поднят биатлонистами, там разговоры со смазчиками. Почему у нас так сборной действительно вот так плохо делать смазчиками? Почему мы не можем, как норвежцы, да, которые... Ну, во-первых, там всего 4 человека в команде работают. Это сразу же, то есть... А у мальчанцев сколько? 9 человек. А, то есть 9, а у нас 4. А почему из-за денег? Ну, мало денег. Получают, они готовят лыжи на всех, да? Ну да, да, да. Александр Иванович, а вот еще вопрос про сервисеров. У норвежцев их 9, а у нас 4. Это проблема или... А потому что денег нет. Драчок же, он все врет, он позорник вообще. И в Госдуму уголовников не пускают, о которых писали во всех областных газетах. Ну, допустим, сейчас у норвежцев там есть машины шлифовочные. Вот, а говорят, у нас нет. Да, у нас ее нет, у этой машины. А почему, опять же, то есть просто не озаботились или опять что-то средств не хватает? Ну, это вообще, конечно, дорого. Во-вторых, нужен специалист, который... А сколько стоит такая машина? Мне сейчас сложно сказать. Вот, но еще специалист нужен, понимаете. Не просто взял, любой человек подошел, он стал делать шлифты. Мы, Сережа, если придем, мы не сделаем. Нет, даже если машина выйдет. А сколько стоит такая шлифт-машина, чтобы для понимания, насколько это дорогая вещь? 200 тысяч. Ну, 200 тысяч евро больше, да? То есть сейчас сложно такие деньги найти. Вот сейчас активно встал вопрос про покупку шлифт-машины за 200 тысяч евро. Вроде как Драчев говорит, что деньги есть, а в целом вроде как и денег нет. Так откуда вот эти вот деньги, и как вы вообще относитесь? Он врет, он врет с самого первого дня, как его избрали. Врет просто, в наглую врет, все врет. Сейчас не было денег даже собрать команду перед Уберхофом. Помогали регионы, патроны покупать и все прочее. А при вас же была шлифт-машина, насколько вот я знаю? У нас было все, и главное, что было 24 золота, 27 серебра и 19 строн. А у этих все по ноль там. А можете вот про эту шлифт-машину рассказать? Она действительно такая волшебная, что вот норвежцы благодаря этому побеждают? Это не только норвежцы, все страны имеют. А норвежцы побеждают за счет талантовых спортсменов и правильной подготовки. А если мы сейчас купим шлифт-машину, мы станем с ними конкурировать, выиграем золото? Да при чем здесь шлифт-машина? У нас нормально едут лыжи. Это просто безграмотное заявление тренерского коллектива, к которому я не могу ни одного тренера выделить. Я говорю, если Дмитрий Викторович Губерниев возьмет карту и у себя в инстаграме скажет, ребята, вот номер карты, пожалуйста, по рублю, по два, по тысяче, по десять тысяч на эту карту перечисляйте, давайте купим сборную шлифт-машину. Знаете, я думаю, так, дня за два, за три он наберет. Мы сейчас как раз находимся в Токсово, где тренировочная база и петербургских биатлонистов, и сборной России. Вот, кстати, где мы сейчас идем, здесь в том числе проходят тренировки биатлонистов. Правда, сейчас снега нет, у нас в единого рейс сейчас лето. Как вот это происходит? Бегом, бегом, функциональная подготовка. Представляете, что такое, да, функциональная подготовка? И вот имитация, имитационные тренировки, подъем, это самый оптимальный вариант для поднятия функции. То есть, в принципе, можно готовиться. А за снегом, куда теперь надо ехать? Вот труба у нас есть. Труба есть, да? Там это круглогодично все работает. Да, круглый год можно на лыжах стоять. А что там такое? Что, соревнования проводите? Да, да. Да, ребят, там соревнования. Ага, да. Не, просто посмотрели. Да, тут интереснее. Видите, здесь. Ну да, 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 то есть возможности нет. Соревноваться. Сколько сейчас температуры здесь? Соревноваться. Соревноваться, минус четыре. То есть нормальный снег, смотри. Знаешь, как? Ну да, партон. Скоро можно экскурсии проводить. Вот, дети, это снег. Ой, папа, снег! Что? А так вот, если поехать куда-то на улице покататься, то можно в области? Ну да, из-за того, что говорили сегодня, что там в Карелии вроде как бы со снегом все в порядке. То есть вы смотрите, где снег, вы стоите, и туда собрались, поехали. Ну да, да, собираемся, ныряем туда, а что делать, да. Ищем, где снег, да. Вот сейчас у нас тоже вот в Рыбинске вроде следующий этап Кубки России. Вот сейчас вот думаем, команду отправить надо туда. Ну, сегодня вот связались, вроде там снег идет, и снежные условия неплохие, так может быть, мы сразу туда, до соревнований. Надо на снегу стоять, потому что все эти ощущения... Можно, наверное, же роллером встать, то есть покататься. Можно и так, но в любом случае вот это ощущение снега. Александр Иванович, а может проблема, нет денег, потому что СБР в такой ситуации, что не члены бьющие? Это не СБР в такой ситуации. Почему у меня были деньги, у нас? Потому что мы правильно работали, была профессиональная команда. Мы не врали, не обещали. С каждого чемпионата привозили как минимум два золота. Вот только... А ему никто денег не даст, потому что знают, что он просто мошенник. Ничего себе. Ну, я знаю ситуации, поэтому не дают. Если Владимир Драчев, как вы говорите, тоже ест ваш мед? Им не надо. Уже, Александр, пройден этап. Им не надо. Почему? И Хованцев знает. Не надо. А почему? Чем обосновали? Потому что они боятся? Васильева для союза биатлонистов, вернее, для федерации биатлона не надо. А как они объясняют? Каспировичу не надо. Я сказочник Андерса для Каспировича. А, то есть... Да. Это все ерунда? Никакого макошного молока не действует? Антону все помимо надо. Диме, малышка, надо. Значит, Катю Юровой нужно. Алексею Слепов нужно. А Алексей Слепов в хоз мой дом. Что они не знают? Знают. И Ольга Лукина, главный врач сборной, знает. Здравствуйте. С вами тоже говорит доктор. Спортивный врач, который практикует, в том числе, продукты апитерапии. Так сказать. Я на личном опыте убедился, что метод имеет место быть. И самое главное, безопасен в спорте. А тогда у меня вопрос такой. Почему в российском биатлоне он не взят на вооружение, не используется? Что у нас так много побед сейчас? Потому что в российском биатлоне поставлена цель восстанавливать биатлонистов. Поставлена цель брать из них все. А потом их просто, знаете, увольнять, выбрасывать, брать пульми молодых, которыми дальше можно грудь. Ну вот, такие отношения сборной. Значит, поддерживают иностранного производителя. Почему депутат Грачев не поддерживает национальный проект сельское хозяйство? Ну, так сказать, и на камеру. Владимир Петрович, почему не поддерживаете, а? Российского сельхозтоваропроизводителя. А как вы думаете, если вот сейчас вот чемпионат мира Ивангольца будет, если там произойдет какое-то неудачное выступление, возможно, какие-то резкие перемены в нашем биатлоне? Или до Олимпиады в Пекине уже как бы все законсервировано? Мы готовимся и... Ну, думаю, что да, там два года останется. Резких шагов уже не будет. Резких, наверное, мне кажется, уже не будет шагов. А вас удивило вообще, что Белозерова подняли из резервов главный, старший тренер мужской сборной? Ну, у нас и министр финансов Силанов, который ни хрена не соображает считать деревенским бухгалтером не может быть. Ага. Ну, тем не менее, министр финансов. Олимпиады просто можете писать так от меня. Вы же понимаете, что там тоже как бы это такой политический вопрос, естественно. А в чем политика? У нас же вопрос, что нам надо выиграть больше медалей. То есть нам нужны сильные тренеры или сильные спортсмены. Политика в чем? Политика в том, чтобы создать команду. То есть там должны быть какие-то единомышленники, наверное, правильно? То есть в команде в этой. Ну, естественно, всегда идет подбор тренеров именно под команду. Под команду единомышленников, да? То есть, наверное, вот так вот. Нет такого, что... А вам никогда не предлагали поработать старшим тренер женской сборной? Человеку, который подготовил чемпионку мира? Ну, разговоры-то они всегда были. Так. Но так только в качестве разговора. Не, слушай, я, честно говоря, не верю в малышка, потому что я с ним делал интервью после Олимпиады 2014 года и удивился одному факту. Я спросил у него, что он ест. И вот ты думаешь, он ест мед, про который мы говорили, вот эту полезную еду. Он сказал так. Я не могу никогда закончить свою трапезу без сникерса. И, честно говоря, меня это немножечко напрягло. И вот честно скажу, что я в малышка не верю. Может быть, даже с тех пор... То есть, если бы он ел шоколадку Аленка, ты бы верил в него? Аленка еще хуже, чем сникерс, но это на мой личный взгляд. Чем мы сами питаемся? Мы питаемся русским биатлоном или мы уже не питаемся им? Мы хотим питаться медалями. Мы хотим питаться победами. Мы все соскучились. Причем не только мы, но и болельщики, которые сейчас даже начинают переходить на лыжи, потому что там есть свои герои, Большунов, Непряева. Вот в биатлоне на Чемпионате мира мы ждем настоящих героев, победителей. Кто выиграет золото? Вот так, как выиграл в 15-м году Йорлова, так, как мы ликовали и пели российский гинн вместе с биатлонистами после эстафеты 17-го года. Вот. Вот таких мы ждем героев. Хотя, конечно, будем рады любой медали. Но ты знаешь, даже если в российском биатлоне опять, чего бы очень не хотелось, не будет вообще ни одной медали на Чемпионате мира, вот опять, даже если не будет, он все равно останется и будет жить вместе со своими проблемами, там, какими-то дрязгами, пока будут вот живы такие места, как Кавгалова. На недельку до второго я уеду в Кавгалова, поглядеть отвыкшим глазом на снежок из трубы. На недельку до второго я уеду в Кавгалова. Ну, а все-таки что-то оптимистичное вы видите в российском биатлоне? Вот что-то позволяет надеяться на свет в конце тоннеля? Я могу сказать так, пишите от меня. Я в стране ничего оптимистичного не вижу. Понятно.